Очередное обновление в Харьковской области. В Харьковской областной детской больнице совсем недавно там сделали капитальный ремонт, а сегодня губернатор вручила медикам современный аппарат для проведения УЗИ. Наши корреспонденты продолжат. Первая областная Харьковская детская больница. Сюда привозят детей с тяжелыми заболеваниями со всего региона. Почти полтысячи коек, две реанимации и специалисты узкого профиля. Именно здесь две недели назад принимали ребят после отравления газом в одной из харьковских школ. Ежегодно мы оперируем около 7-8 тысяч деток. То есть огромная клиника, огромная, многопрофильная. Работаем в режиме круглосуточном. Из 39 возможных специальностей, которые утверждены в Украине, детских специальностей, мы можем оказать помощь по 35. Жительница Харькова Ольга Павленко возит сюда свою дочь уже 8 лет. Девочка наблюдается у врачей с первых дней жизни. Патологии у меня были серьезные, которые здесь вот, хотя очень сложные, но здесь вот как бы сделали, наверное, невозможное. Сюда приезжаем, потому что мы их знаем, они нас лечат, и они уже знают историю ребенка с самого рождения. Медики стараются создать атмосферу, в которой дети не боялись бы врачей. Батареи стали карандашами, а у томографа ребятишек встречает врач-хирург в костюме зебры. А это уже музейные экспонаты. В медоскопической операционной показывают монеты, крестики и гвозди, которые проглотили маленькие пациенты. Всевозможные народные дела, тоже очень сложные для извлечения, иголки и сухости. Челесно-лицевые хирурги создали школу, где учат чистить зубы. Кроме ремонта, больница нуждается в современном оборудовании. От областных властей врачи получили подарок – аппарат УЗИ, при помощи которого можно делать высокоточное исследование даже младенцам. Новое медицинское оборудование в этом году получат и другие больницы в Харьковской области. Деньги на это появились, благодаря бюджетной децентрализации. Анастасия Крылатая, Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности – телеканал «Интер» Харьков.